В эфире Народные новости в студии Ирины Суконкина. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. Суперкубок России. На Мордовия-арене сразились два сильнейших рэгбийных клуба страны. Праздник весны и труда. Первомай жители Саранска встретили с хорошим настроением. Поезд Победы. В Мордовию прибыла передвижная иммерсивная выставка о Великой Отечественной войне. Яичко к Христову дню недорого. В Саранске прошла предпасхальная ярмарка. Вместо Титова по Пролетарской и Строительной. С первого мая 17-й автобус ходит по измененному маршруту. С по-настоящему большого спорта стартовала в Мордовии эта неделя. Главный футбольный стадион республики на один день стал рэгбийным. На Мордовии-арене разыграли Суперкубок России. За обладание главным трофеем боролись две поволжские команды. Два сильнейших клуба «Пензенский локомотив» и «Стрела Акбарс» из Казани. Какой получилась встреча и для кого новый сезон начинается с большой победы, знают Ирина Семенова и Сергей Соколов. Разметка на поле Мордовии-арены поменялась. Ворота совсем не похожи на футбольные. Оттаемые в сегодняшнем матче будут идти не по 45, а по 40 минут. Это значит, что здесь играют в рэгби. Саранск принимает Суперкубок России. Здесь в принципиальном противостоянии сойдутся два ведущих клуба страны. Пензенскому локомотиву, действующему чемпиону России, это поле уже хорошо знакомо. Здесь титулованный регбийный клуб из соседнего региона играл трижды. Первый раз с израильским «Тель-Авив Хит» в рамках Суперкубка Европы. Затем с «ЦСКА» и «Славой» в рамках чемпионата России сезона 2021-2022. Теперь же соперником стал казанский клуб «Стрела Акбарс», в прошлом году выигравший Кубок России. Вот трофей, за который будут бороться сильнейшие команды. А рядом с ним уже завоеванные – чемпионский щит и принадлежащий казанцам кубок. Встреча обещает быть жаркой. На трибунах почти 6 тысяч болельщиков готовых, затаив дыхание, наблюдать за битвой равных соперников. Здравия гости, столица Мордовия. Рад вас приветствовать. Очень приятно, что вы две сильнейшие команды, приятные игроки в Саранск. Пожелаем импийской промиссии и хорьбы. Пензенцы на почти уже домашнем стадионе начали уверенно. Сергей Янюшкин забил первый из четырех своих штрафных уже на пятой минуте. Правда, спустя всего шесть минут ему ответил Якобус Мараес. С полузащитником «Стрелы» у капитана «Локомотива» началась настоящая перестрелка по штрафным. К концу первого тайма счет был 9-6. Сравнял Мараес уже на 46-й минуте. Янюшкин быстро ответил и снова вывел команду вперед на три очка. Обе команды показывали хорошее владение мячом. Матч был равным с самых первых минут, правда, попытками не изобиловал. Всего их было две, обе случились под конец матча. Первую на 60-й минуте занес нападающий «Стрелы» Виталий Жеватов, а успешно реализовал Якобус Мараес. Казанцы вырвались вперед, но на 75-й минуте еще одну попытку удалось занести защитнику «Локомотива» Ники Цирикидзе. А Сергей Янюшкин точно пробил в ворота. Плюс 7 очков пензенцы едва снова повели и уже были близки к победе, но свою команду от поражения спас все тот же Мараес. Буквально на последней минуте матча он исполнил свой четвертый штрафной. 19-19 с трибуны замерли. Впереди серия послематчевых ударов. Интрига сохранялась до четвертого удара от «Стрелы». Один-три Йоханн Стромб попадает точно в цель и приносит своей команде победу. Победа «Стрелы» первая в сезоне. Сейчас команде важно не расслабиться и замотивироваться к новым свершениям. Тренерский штаб работы игроков доволен. Первая игра сезона всегда очень тяжелая, особенно с таким сильным соперником, потому что игры против пензенского локомотива всегда получаются очень плотными. Не больше, чем в три очка, постоянно разница в счете. Но считают, что мы выиграли эту игру за счет защиты. Это же нам как раз и позволило сравнять в итоге счет и довести матч до этих штрафных ударов, в которых всегда 50 на 50. Сегодня удача на нашей стороне. А вот игроки и тренеры пензенского локомотива на старте сезона заряжаются спортивной злостью и готовятся бороться за победу в текущих чемпионате и Кубке России. Разбор ошибок уже проведен. В конце, когда уже ввели 19, наверное, 16, можно чуть-чуть сыграть было под дисциплинированием, и тогда, наверное, закончилось в нашей пользе. Довели до серии штрафных ударов, которые били по воротам, соответственно. Здесь это всегда рулетка. Кто, наверное, смог совладать с нервами, тот и выиграл. В раздевалке пензенцы не унывают, ведь знают, боролись сегодня достойно. За яркую игру локомотив поблагодарили глава Мордовии и президент Федерации регби России. Мы были абсолютно достойны победы. Немножко не хватило. Но зато, когда вы обыграли Енисей, вам немножко повезло. Видимо, Всевышний решил, что такой баланс существует. Вам огромное спасибо за красивую игру. Мы верили в вашу победу. И у вас будет еще много-много побед, начинающихся с сезона. В Мордовию большой регби обязательно вернется вновь. Продолжит развивать этот вид спорта и внутри региона. Уже есть детская команда, а значит, спустя несколько лет появится и взрослая. Теплые отношения с Федерацией регби России оформили официально. Сразу после матча Артем Сдунов и Игорь Артемьев подписали соглашение о сотрудничестве между Регбиным Союзом и Регионом-13. Ирина Семенова, Сергей Соколов. Народные новости. Первое мая – праздник весны и труда. Поздравления и награды передовики производства получили еще накануне долгих выходных. А сами теплые погожие дни каждый смог провести так, как хотелось. Многие с удовольствием открыли огородный сезон. Сезон шашлыков тоже не был обделен вниманием. Ну а в сам Первомай тысячи людей целыми семьями отправились в парк. По традиции там прошли концерты, выставки, развлекательные программы. Ольга Данилова и Сергей Соколов побывали в парке имени Пушкина. И готовы рассказать, с каким настроением жители республики встречали Первое мая. Концерты, конкурсы и аттракционы Первого мая парки Саранска превращаются в настоящую точку притяжения. В Пушкинском по традиции праздничная программа стартовала прямо у входа. Подзвонки и голоса артистов, жители и гости республики спешили в парк за настроением и эмоциями. Хотели вот концерт посмотреть и планы, вот отпраздность праздника еще вечером с семьей. Много нового в парке появилось, да, но фигурок всяких разных, беседок. Парк очень преобразился. Очень красивый у нас парк, самый лучший парк. В этом году излюбленное место для отдыха открывает весенне-летний сезон в 89-й раз. Для многих посетителей встречать Первое мае в парке стало семейной традицией. С детьми ходили с родителями в парк. Ощущение именно хорошего настроения и проведения времени с семьей. У меня ассоциируется Первое мае с парком, с солнышком и с аттракционами. В честь Первого мая свои поздравления жителям региона адресовал глава Мордовия. Уважаемые жители Мордовии, поздравляю вас с праздником весны и труда. В эти дни мы чествуем передовиков производства, славные трудовые династии и рабочие коллективы. Первомай объединяет людей разных профессий и возрастов. Даже самые высокие технологии не могут обойтись без труда человека. Мы стремимся создавать все условия для открытия в регионе новых рабочих мест и привлечения высококвалифицированных кадров. Развивается система наставничества. Важно передавать накопленный трудовой опыт и профессиональные традиции молодому поколению. Самые теплые слова благодарности ветеранам труда. Сегодня, когда идет специальная военная операция за безопасность и суверенитет нашей Родины, надежный тыл обеспечивает фронт всем необходимым. Дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях. Современные хиты на Эрзианский лад такой подарок зрителям преподнесли творческие коллективы Саранска. А на большой летней эстраде выступали будущие артисты. Здесь блистали талантами школьники и воспитанники детских садов. Программа разнообразная. Юные музыканты, певцы и танцоры увлекали зрителей артистизмом, вокалом, красочными номерами и яркими костюмами. А в этом уголке парка танцевать могли вообще все желающие. Хедлайнерами стали сказочные герои и ростовые куклы. К ним присоединились малыши, а также их родители. Но не одними песнями и танцами была насыщена программа. Достаточно желающих было покататься на аттракционах. В этом году погода позволила, и они заработали на несколько дней раньше. Но от желающих прокатиться с ветерком, например, на веселых горках, не было отбоя и в сам Первомаль. Приветливо встречала посетителей аллея мастеров. Здесь расположились детали интерьера с национальным колоритом, распушили гриву тавлинские лошадки, уютно расселись деревянные лисички. Была у посетителей парка возможность понаблюдать и за творческим процессом. Художник Хайдар Хусиинов к своему делу относится легко и с юмором. За плечами мастера огромный опыт. Еще в детстве игрушечным машинкам он предпочел кисти и краски. А с чего я начал? С любования. И всем советую. То есть, чем рисовать, научитесь любоваться. Шарж на память о Первом майском дне останется у семьи Пильщиковых. Художнику по очереди позируют мама и две дочки. Первые результаты вызывают на лицах моделей улыбку. А значит, глядя на работу художников в памяти, будут всплывать только самые теплые моменты праздника. В далекие 90-е я поехала с мамой в Москву. Это были очень запоминающиеся поездки. И вот на Арбате было очень много художников. И мама мне также говорит, доченька, давай нарисуйся. На что я категорично. Как же у меня прически нет, волосы растрепаны. Она мне тоже, ну художник ведь все сделает. Нет, так я и не нарисовалась. И вот уже спустя годы, то есть, увидев, у меня вот нахлынули такие воспоминания, это будет на память уже дочкам. Творческие активности прошли во всех районах города. Также 1 мая стартовал сезон фонтанов, а на летний режим работы перешли не только городские парки, но и ботанический сад. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости. День весны и труда отгремел. На очереди главный праздник весны 9 мая. В его преддверии 1 числа в Саранск вновь прибыл поезд Победы. Это уникальная передвижная экспозиция, располагающаяся в железнодорожном составе. Каждый из семи тематических вагонов отражает события военных лет и посвящен бессмертному подвигу советского народа в годы Великой Отечественной. Вместе с первыми пассажирами поезда состав посетила наша съемочная группа. Передвижной музей начал свое путешествие по стране в октябре 2020 года. За это время пассажирами поезда Победы стали сотни тысяч жителей России, в том числе и Мордовии. На железнодорожный вокзал Саранска необычный состав впервые прибыл в 2022. Тогда его посетителями стали более трех тысяч жителей республики. Но желающих было гораздо больше. Именно поэтому очередное появление поезда Победы в Мордовии ждали с нетерпением. Спустя два года на железнодорожном вокзале Саранска вновь показался необычный состав. Новость об этом уже вызвала ажиотаж. Билеты разлетелись за сутки. Неудивительно, ведь это не просто выставка, а первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе. Вместе с жителями региона в числе первых поезд Победы осмотрела первый заместитель председателя правительства республики Мордовия Галина Латванова. Я прошла вместе с ребятами 25-й школы. Я порой видела их глаза, их состояние и их молчание. Потому что сегодняшнее поколение знает о войне только из рассказов и только из кадров фильма. И замечательно, что железные дороги занимаются такой патриотической акцией. Первый вагон тематического поезда представлен рядом купе с пассажирами. За окнами летний солнечный день. О том, что в их дом придет война, эти люди узнают спустя пару часов. А пока они тихо едут по своим делам, не подозревая о том, что мирное время отчитывает последние мгновения. А дальше война и снова поезд. Теперь уже на фронт. Здесь и слезы матерей, и взволнованные лица солдат. Назад вернуться смогут далеко не все. Следующие вагоны погружают пассажиров в события безжалостной войны. Как солдаты рыли первые оборонительные траншеи и окопы. Как медики боролись за спасение человеческих жизней. Как разрабатывались самолеты и танки. Как жил блокадный Ленинград. И в центре этих вагонов напоминание об одном из самых страшных преступлений Третьего Рейха. Концентрационные лагеря. Место для бесчеловечных экспериментов, пыток, голода и убийств. Меня очень сильно тронуло и поразило то, что это не просто скульптуры, что люди действительно это проходили, люди действительно это испытывали. И те эмоции, которые я испытал, просто проходя через вагоны, я не представляю, что люди ощущали, находясь именно в этих вагонах много лет назад. Это просто поражает, поражает мужество, стойкость, рвение людей к победе. Все это напряжение в вагоне пассажиры чувствуют на себе. Проникнутся атмосферой. Здесь помогают звуковые и визуальные эффекты. Вместо привычных экскурсоводов – наушники с аудиогидом. В них машинистка по имени Лидия рассказывает о каждом событии, воспроизведенном в том или ином вагоне. Все очень подробно и хорошо рассказано. Я много всего интересного узнала. И очень мне понравилось, что так чутко рассказано. Экскурсию в поезде завершает седьмой вагон, оправдывающий название инсталляции – «Победа». Позади 1418 страшных дней войны, тысячи разрушенных городов и миллионы загубленных судеб. Но этот поезд едет домой, где нет войны, а только мирное небо над головой и счастливое будущее. Такое надо смотреть, такое даже словами не описать, на самом деле, как прошла такая экскурсия. Поначалу, когда нам сказали, что будет экскурсия, я думала, что будут картины, какие-то рисунки, зарисовки, всякие находки. А в итоге оказывается, что настолько все четко, что тут люди как живые сидят. Всего в семи экспозиционных вагонах собрано более 150 полноразмерных фигур и около 5000 оригинальных предметов реквизита. Все запомнилось, очень интересно, до слез. Мне очень понравился вагон, посвященный Великой Победе 1945 года. Я желаю ветеранам счастья, здоровья и мирного неба над головой. Поезд Победы пробудет в Саранске вплоть до 3 мая. А днем позже передвижной музей готов будет встречать пассажиров на станции Рузаевка. В городе железнодорожников поезд пробудет два дня. Дешевле, чем в магазине. В столице Мордовии традиционно перед праздником Светлой Пасхи прошла продовольственная ярмарка. На ней все желающие могли купить продукты к столу. Ассортимент большой. Цены в среднем на 20% ниже рыночной стоимости. Остались ли довольны посетители? Одной из ярмарочных площадок расскажут Кристина Стомина и Владимир Надькин. Покупателей на предпраздничной ярмарке было много с самого утра. Люди спешили за свежими продуктами местного производства по привлекательной цене. Только за первый час было продано 20 тонн сахара. Килограмм сладкого песка стоил 55 рублей. Большим спросом пользовалось и мясо. Говядина на кости стоила 400 рублей за килограмм, а мякоть 650 рублей. Не менее выгодно можно было купить свежие овощи, фрукты, молочные продукты. Ну а самым ходовым товаром на предпраздничной ярмарке были, конечно же, куриные яйца. Причем к Христову дню их, вопреки пословице, предлагали вовсе недорого. Категория С1 шла по 65 рублей за десяток. Сто штук купила. Вырезали кусочек говядины дали. Вот купила, что еще? Кур купила и яичек купила. Сейчас вот стою за сером. Я песок купила, мясо на три тысячи купила. Все накупили. И печенку, и свинину, и яйца, и масло. Посетители ярмарки смогли впрок закупить все самое необходимое. Помимо продуктов был в наличии и сезонный товар. Саженцы фруктовых деревьев и ягод самых разных сортов. Кристина Стомина, Владимир Надькин. Народные новости. Весна, время перемен. Так, например, с 1 мая в Саранске изменится маршрут автобуса номер 17. О смене схемы движения сообщила городская администрация. Подробности далее. Вместо путепровода на Титово от спортивного комплекса «Мордовия» автобусы проследуют по улицам. Строительная Пролетарская Васенка. С выходом на улицу Бутевградская и далее по действующему маршруту. В обратном направлении общественный транспорт поедет по Бутевградской Васенка Пролетарской Строительной. С учетом изменений маршрута удобнее станет добираться до нового офиса Социального фонда России по Республике Мордовия. Он располагается на Пролетарской 89. Рядом со зданием оборудовали остановки общественного транспорта. Движение по измененному 17 маршруту автобусы начали с 1 мая. По-настоящему зрелищный мини-футбольный матч сыграли в Саранске 28 апреля. Столица Республики принимала у себя финал Кубка Священного Рамадана. 12 команд, 9 регионов и только один победитель. С подробностями Кристина Стомина и Владимир Надькин. Кубок Священного Рамадана – значимое событие не только для любителей футбола, но и для всех мусульман. В третий раз соревнования проходят в стране и впервые их принимает Республика Мордовия. Инициатива проведения исходит в первую очередь от Духовного управления мусульман Республики Мордовия. Конечно, мы не могли оставить их без поддержки. Необходимо дать возможность ребятам показать себя. Хотел бы поблагодарить руководство нашей Республики в лице Артема Алексеевича Сдунова, который поддержал. Он дал старт. И мы надеемся, что это традиционно будет проводиться в нашей Республике. И не только на российском уровне, а на международном. Потому что тематика очень важная. Для Мордовии принимать Кубок Священного Рамадана не только почетно, но и волнительно. В финале за главный приз сражается местный футбольный клуб «Белозерье». Их противники – гости из Ульяновска, футбольный клуб «Баракят». Несмотря на то, что игроки – не профессионалы, на поле с первых минут развернулась нешуточная борьба. Трибуны не замолкали ни на секунду. Бурную реакцию вызывала каждая атака. Счет в первом тайме открыла «Белозерье». Это взбодрило «Баракят» еще сильнее. С каждой секунды спортивный азарт только нарастал. Без травм на поле не обошлось. Но спортсмены, несмотря на противостояние, помогали друг другу подняться. И уже в следующую секунду вновь развернулась борьба за победу. А триумфатор, как известно, может быть только один. Обе команды энергично играли в защите. «Белозерье» неоднократно пыталась приблизиться к воротам противника, но «Баракят» снова и снова отражал атаку. Его до конца матча остается чуть меньше четырех минут. Защитник «Белозерье» перехватывает мяч и забивает второй победный гол. «Белозерье» забирает кубок священного рамадана. Победа «Белозерье» – еще одно доказательство. Спорт в Мордовии любят и дети, и взрослые. А футбол, как и во всем мире, один из самых популярных и активно развивающихся его видов. «Белозерье» Футбол объединяет, а не разъединяет. Даже после непростого матча противники отзываются об игре и друг о друге только положительно. «Эмоции переполняют. Устали этого два года. Просто, ну, ощущения просто непередаваемые. Соперники очень достойны и показали хорошую игру». «Игра была, я считаю, очень хорошей боевой. И хотят употрать команду соперников. Но они предложили максимум, чтобы обыграться». По итогу соревнований наградили отличившихся футболистов и команды. Все участники получили медали, грамоты и памятные подарки. И уже твердо решили снова участвовать в Кубке в следующем году. Кристина Стомина, Владимир Надькин. Народные новости. На этом у меня все. В студии была Ирина Суконкина. Оставайтесь на нашем канале. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok